Привет всем же ребятушки, и сегодня на моем канале будет немного нетипичный контент, а конкретно сегодня я вам покажу новую игру про лошадей под названием Equestment The Game. Если вы сидите в инстаграме, то вы 100% о ней уже что-то слышали. К сожалению, эта игра рекламируется не особо хорошо, поэтому очень мало людей почему-то о ней пока что знают, особенно в русскоязычном сегменте. Поэтому сегодня я с ней вас познакомлю, начну игру заново, и возможно покажу некоторые фишки. Так что погнали! Сама игра вышла буквально недавно, несколько месяцев назад, и на данный момент она доступна только в некоторых странах. В марте 2022 ее обещают запустить по всей Европе, так что ждем. Сначала нам нужно войти либо создать аккаунт. Логично, что если вы первый раз в игре, то нажимаем Create Account. И тут соглашаемся с настройками приватности и подтверждаем, что нам больше 13 лет. Итак, первым делом нам предлагают создать свой образ, ну а конкретно персонажа. Всего здесь есть два тела, мужское и женское, но если честно, мне мужское похоже больше на просто накачанную женщину, а не на мужчину. Ну давайте выберем, наверное, парню. Итак, тут нам нужно персонализировать нашего героя. И тут довольно много настроек, как для маленькой мобильной игры. Тут мы выбираем тип нашего тела. Давайте остановимся на худом, наверное. И оттенок кожи. И сразу совет. Не берите вот эти три последние оттенка кожи, которая самая светлая. Рендер в игре настроен таким образом, что вот эти самые светлые оттенки у вас будут тупо светиться. То есть на них будет банально неприятно смотреть, потому что они слишком сильно отражают свет. Так что мой вам совет. Берите что-нибудь потемнее. Оно не особо отличается от этих трех, но хотя бы светится не так сильно. Остановлюсь, пожалуй, на вот это. Да, на вот это. Итак, дальше у нас идет форма головы. Это более овальная, это более широкая челюсть, а это более круглая. Ну давайте будет овальной. И тут у нас форма бровей. Брови почему-то очень-очень пиксельные, как будто их вынули из какой-нибудь игрушки 2006 года. Но окей, хорошо. Давайте тогда остановимся на вот этих обычных бровях, потому что все остальные, ну, они мало чем отличаются, если честно. Ну и глаза. Одно из самых интересных. Угол глаза. Оно делает ваше лицо либо слишком грустным, либо похоже на азиата, поэтому давайте что-то среднее возьмем. Дальше eye distance, расстояние между глазами. Ну, честно, я не знаю, кто будет настраивать себе глаза вот так вот, поэтому эти значения можно на самом деле оставить по умолчанию на середине, потому что это просто размер класс. Ну, типа, кому это надо? И цвет глаз. Ну, давайте возьмем, наверное, может голубой? Нет, не голубой, здесь есть фиолетовый. Это единственный необычный цвет глаз, который здесь есть, кстати. Потом форма носа, ширина носа. Я тоже думаю, что здесь можно все значения оставить обычными по серединке. Хотя нет, вот размер хряща здесь можно регулировать, выглядит довольно прикольно, поэтому можно им поиграться. Дальше идет ширина и размер рта. Ну, мало кто захочет сделать из себя какую-нибудь некий минаж, поэтому... А дальше идет самое интересное, это прическа. Я, наверное, остановлюсь на вот этой, потому что все остальные прически очень странные, потому что, как вы можете видеть, над ними старались мало. Я надеюсь, они улучшат эти прически или добавят новые хотя бы, потому что на данный момент прически выглядят очень сыро. Как вы видите, волоски, они буквально прозрачные, лежат как-то очень криво, и, в принципе, ну, прически странные. Я думаю, они просто не успели доделать еще эту фичу, не успели сделать новые, либо как-то модифицировать вот эти старые, потому что, ну, волосы реально выглядят страшно. Так, ну, и, кстати, тут и для девушки, и для парня одинаковые наборы причесок. То есть, неважно какого пола, у вас все в этих настройках будет одинаково. Дальше идет цвет волос. Здесь есть только естественные цвета волос. И здесь есть еще такая настройка. Как бы вам это сказать, здесь можно поставить цвет волос только на кончики, посередине волоса, либо только на корни. Но эта штука пока что не работает. Вот, вы можете заметить, что ничего не меняется. И бесполезно пока что тыкать. Единственное, что вы можете заметить, цвет сейчас распространяется как раз только на корни. То есть, когда меняют цвет, то на концах он не изменяется. Он изменяется только вот прям у лба где-то. Давайте сделаем нашего пацана, ну, например, светлорусым. Вот таким вот. Что ж. И на этом наш персонаж считается уже готовым. И нам нужно ему присвоить какое-то уникальное имя. Кстати, еще одна подсказка. Если вы введете имя, и у вас тут будет окно, например, сейчас я введу. Готово. Конфирм. Вот, name taken. Да, они уже пофиксили эту штуку. И тут может быть окно, типа, просто, oops, something went wrong. Типа, вы не пугайтесь. Это просто означает, что это имя занято. Но они, я вижу, уже пофиксили эту штуку, потому что буквально вчера тут не было этого окна. Просто выдавала ошибку. К сожалению, русского языка в игре нет, но он поддерживает русские буквы. Поэтому вы можете назвать персонажа и по-русски, и по-английски, в общем, любым алфавитом. Давайте назовем его, что ли, вишня. Просто вишня. Окей. Name taken, вы серьезно? Окей, компот. Не-не-не, не компот, крыжонок. Готово. Уху. Ну и теперь нам нужно зарегистрироваться. Вводим просто свою какую-либо почту в регистр. Хм, что это? Мы нашли лошадь. Итак, нам сразу вот так вот прям в лицо бросают лошадь, ничего не объясняя никакого сюжета. Просто, о боже, посмотрите, тут стоит лошадь, и больше ничего нам не говорят. В отличие от какого-нибудь Star Stable или других каких-нибудь игр про лошадей, в которых есть какой-то прям сюжет с самого начала, и вам нужно сделать какие-нибудь квесты, чтобы получить своих первых лошадей, то здесь вам просто говорят, вот берите лошадь любую, какую хотите. Ну, это по-своему круто. В общем, какие у нас породы здесь есть? Здесь есть шведский мармблан, и тут сверху маленькое такое описание каждой породы, и три главных стата, которые принадлежат каждой породе. Дальше есть араб, есть уэльский коп, есть фриз, есть чистокровка и есть фьорд. Больше никого. Давайте возьмем фьорда, потому что это как раз лошадь, которая только-только появилась в этой игре, и мне чисто интересно. Итак, здесь можно настраивать масти, но, к сожалению, у фьорда почему-то здесь доступна только вот эта буланая масть. На самом деле фьорды ведь еще бывают серые, но окей. И тут для каждой масти есть еще варианты. То есть вы можете настроить, насколько светлым или темным будет грива, хвост или все тело. Потом... К сожалению, здесь неактивна эта функция. Давайте я, наверное, возьму какую-то другую породу, потому что на фьорде я не смогу вам показать весь конструктор. Давайте возьмем, наверное, чистокровку. Вот, так лучше. Тут есть очень много всяких мастей, но для каждой породы они разные, поэтому вы не сможете выбрать масть, которая не присуща данной породе. У нас, например, чистокровка, и здесь есть рыжая вороная, серая буланая, гнидая и соловая. И вы, конечно же, можете выбрать варианты гривы и хвоста, как я уже и сказала. Вот у нас отметины. К сожалению, отметины не подписаны, как они называются. А это было бы прикольно в обучающих целях, но, к сожалению, они не подписали. Здесь можно выбрать отметину, которая будет у коня на голове. Давайте возьмем вот такую. И так же можно сделать носочки на все 4 ноги и можно регулировать их высоту. Давайте сделаем высокие носки. Здесь еще можно сделать прическу. Либо на гриве, либо на хвосте, либо и на том, и на том. Здесь у нас доступны только стрижная грива и обычная грива. Хвост у нас есть наполовину заплетенный, полностью заплетенный и распущенный. Давайте возьмем наполовину заплетенный хвост. Также можно выбрать цвет глаз. К сожалению, вот эта штука не работает, которая делает... А, нет, на этом глазу работает, а на вотом, я вам сейчас покажу, не работает. Вот, на левом можно сделать голубой, светло-карий, либо темно-карий. А на правом, на правом, к сожалению, эта штука не... Хотя нет, уже работает, да. Но, если честно, нет разницы между темно-карим и светло-карим, оно практически не отличается именно почему-то на этом правом глазу. Давайте сделаем голубоглазый, потому что, ну, действительно, оно практически... Нет никаких отличий между этими двумя кнопками. Я не знаю, зачем они сделали два каких-то малозаметных оттенка, но окей. А теперь высота, точнее, рост в холке. И сразу расскажу вам такой лайфхак. В этой игре есть такое значение, как вес. И вес напрямую зависит от высоты лошади. И когда вы будете прыгать, например, или, в принципе, заходить в какие-то крутые повороты, то вам понадобится небольшая и легкая лошадь. Потому что, если у вас будет очень высокая и очень тяжелая лошадь, то вас будет в поворотах на инерции, особенно на высоких скоростях, очень сильно заносить. Я это уже почувствовала на себе. У меня был вот такой вот очень высокий вармблат, 173 см, и я никак не могла нормально вырулить из поворотов на высоких скоростях, и мне пришлось пересесть на араба, и все пошло просто на ура. Поэтому, да, не берите себе очень высокого коня, лучше остановитесь на среднем значении, или даже лучше берите небольших лошадей. Ну, я бы вообще посоветовала чуть-чуть ниже середины, возможно, где-то так, и будет вам счастье. Поехали дальше. И здесь нам нужно выбрать имя лошади. К счастью, вы можете взять абсолютно любое имя, потому что имена лошадей нельзя занять. Поэтому даже если это имя занято, вы все равно сможете его выбрать. Тут может быть две лошади или больше с одинаковыми именами. И также рядом с графой имя можно выбрать либо жеребца, либо каблу. То есть выбираем пол нашей лошади. Ну, пусть будет жеребец. К сожалению, меренов нету. После этого у нас есть небольшой такой паспорт лошади, где написано имя породы, потом масть, все отметины, которые есть, его рост. И вот уже вы видите, что у нас появился вес. 543 килограмма. Это, в принципе, не так уж и много, хотя можно было и меньше действительно взять килограмм так на сорок. И еще здесь есть год, когда родился наш конь 2017. Это означает, что ему сейчас около пяти лет. Вот. И тут можно его покрутить. Какой он такой красивый. Если на него кликать, кстати, ничего не происходит. Тут нас просят подтвердить, уверены ли мы в том, что нас устраивает эта лошадь и что мы не сможем вернуться обратно. Окей. Вот такой у нас конечек делает пиафе. И наступает обучение. В общем-то, чтобы поехать, для начала нам нужно взять повод в руки. Если я сейчас буду кликать на кнопку Grab the Range, то ничего не произойдет. Нам нужно сначала почему-то пойти, а только потом можно взять повод. Очень интересная логика. После этого нам предлагают поучиться порулить, двигая повод из стороны в сторону. Ну, в общем, как-то так. Немного порулили, погнали дальше. Тут вообще скудное обучение, если честно. Я вам потом кучу фишек расскажу, потому что здесь объясняется очень малая доля на самом деле. Особенно в начале. Зажмите кнопку стрелка вправо для голлоба. Как скажете? Погнали. И сейчас нам предстоит научиться прыгать. Чтобы прыгнуть, мы должны поднять повод вверх, как будто бы отдавая его лошади. Это соотносимо с прыжками и в реальной жизни. Нам сказали немного замедлиться перед мостом. Окей. Наша лошадь чего-то боится. Успокойте лошадь, похлопывая ее по плечу двойным кликом по ней. Но она все еще испуганная, поэтому нам нужно как можно быстрее уйти из того места, где она боится. Иначе вот эта красная линия дойдет до конца и лошадь нас начнет скидывать. Поэтому лучше бежать с того места, которого она боится, параллельно похлопывая ее и успокаивая. И у нас такая красивая кат-сцена, где мы убегаем с конем в закат и сейчас начнется сама игра. Что ж, добро пожаловать домой. Это твоя недвижимость. Это место, где будет происходить абсолютно все. Окей. Нажмите сюда. Это у нас конюшня. Это твоя конюшня. Это место, где ты сможешь найти всех своих лошадей. Ну, это очевидно. Нажми на дверцу, чтобы зайти и проверить печенька. И здесь у нас, собственно, сама конюшня, где будут жить все лошади, которых вы приобретете. В конюшне ты можешь найти всех своих лошадей. Давай проверим печеньку. Кликаем на нашу коняшку. И здесь ничего не происходит. Как я и сказала, странное обучение. Нам больше ничего не говорят, что делать. Мы тут просто сами кликаем, пока нам это обучение снова не высветится. Здесь в деннике есть пока что две кнопки. Кнопка с седлом вам покажет всю вашу амуницию. Здесь вся амуниция, которая у тебя есть, можешь примерять ее на лошади. А также вы можете создать готовые сеты из своей амуниции, чтобы каждый раз не надевать по одной штуке. А вы можете просто зайти в сеты, выбрать уже готовый, созданный вами, и просто одной кнопкой накинуть все на коня и поехать дальше. Тут есть разные разделы. Разделы с седлами. Потом недоустки и уздечки, и все, что цепляется на морду. После этого отдельно вальтрапы. Потом нагавки и бинты, и что это? А, это миска, это, в общем, ушки, полупопоны и всякая подобная временная амуниция. Окей, хорошо, сохранить. А, тут можно, кстати, давать название сетом своим, но мне нечего пока что сохранять. Также здесь есть по левую сторону статистика вашей лошади, информация про достижения и про ее способности. Тут отображаются показатели, которые влияют на качество прохождения маршрутов или выступлений в целом. Есть графы с умом, способностью к обучению, качество галопа, россии и всех остальных алюров. В общем-то, не так уже много информации для изучения, поэтому я думаю, вы тут быстро разберетесь. Дальше идет achievements. Это все награды, которые вы будете получать за выступление. И дальше графа с наградами за сезон. Как бы это вам объяснить? В общем, здесь есть сезоны всяких соревнований, и вам дается опыт за прохождение каждых выступлений на соревнованиях. И тут будет отображаться именно вот эти всякие значки опыта, которые вы получили на соревнованиях. Как-то так. Давайте, наконец, выйдем отсюда. Особо тут больше нечего рассказывать. Точнее, есть, но это будет уже слишком много информации, поэтому в другой раз как-нибудь. И тут нам сразу говорят let's build. И нажимаем на этот молоточек. Нам предлагают построить зернохранилище. А главное, бесплатно. Круто. Наше зернохранилище производит сено. И оно производит овес, да? Или что это я? Честно, хорошо спекин лишь поэтому. И нам сейчас говорят, что отныне мы можем кормить лошадей. Круто. А до этого нам типа не разрешали. В общем, сейчас вы посмотрите, как и чем их кормить. Там на самом деле не все так просто. Нажимаем на нашу печеньку. И let's feed печенька. И тут у нас появилась такая вот новая кнопка с колосками. И нам говорят, что вы здесь можете покормить свою лошадь. Вся еда для вашей лошади будет храниться здесь. За один прием пищи вы можете мешать три разных корма или подкормки. И вся еда дает некоторые эффекты для вашей лошади, которые действуют определенное количество времени. Ну, собственно, как и в реальной жизни. Давайте выберем, например... Ладно, нам еще что-то говорят. Морковки. Они восстанавливают энергию лошади, которая нужна для участия в соревнованиях и для выполнения всяких заданий. Тут нам говорят про эффекты разных подкормок. И здесь написано то же самое, что все они дают какие-то дополнительные очки к характеристикам лошади на определенное время. Ну, в общем-то, мы это уже слышали. Давайте намешаем вот этой байды какой-нибудь. Я надеюсь, она не отравится. Так, печенька fat. Спасибо. Мы ее накормили. Окей, хорошо. И внизу появилось время, на протяжении которого наша лошадь получает дополнительную прибавку к некоторым своим характеристикам. А к каким, это уже зависит от того, чем вы ее накормили. Так, вернемся. И сразу нам рекламируют Equestrian Nordic Cup. Это новый сезон соревнований. Потом про него расскажу. Возможно, и покажу. Поехали дальше. Тут у нас есть главное строение. Так, давайте я вам расскажу про все строения и расскажу, что здесь можно построить. Собственно, вот как выглядит наша домашняя, так сказать, страница. Это что-то типа веселой фермы. Я не знаю, как вам еще это объяснить. Вы можете здесь построить несколько строений, которые вам что-то приносят. В конюшне логично будут ваши лошади. Офис — это ваш главный дом, где пока что ничего нет. Давайте зайдем, и я вам покажу, что он из себя представляет. Внутри просто вот такая вот билиберда, и здесь нету практически ничего пока что. Есть вот такие четыре кнопки. Если на них нажимать, то нас просто переносят в углы с какими-то вещами, и, к сожалению, здесь ничего нет. Здесь ничего не кликабельно, и они, скорее всего, просто еще не завезли в игру каких-то интерактивных элементов, поэтому вы не можете здесь делать абсолютно ничего, кроме как нажать на этот шлем, и вы перенесетесь в меню, где можете одеть своего героя. Здесь будут все доступные вещи, которые вы купили, выиграли и так далее, и вы тут сможете надевать на него что-то или менять цвет, если это доступно. Все. То есть в нашем типа офисе вы не можете делать абсолютно ничего пока что, кроме как переодевать героя. Также этот офис каждый день приносит нам доход. Ну и как же без ежедневных наград. Спасибо. И нам дали какую-то фигню. Количество денег, которое приносит офис, напрямую зависит от его уровня. Тут каждое здание, как и во всех подобных играх, можно поднимать по уровню. То есть просто нажать на эту стрелку, и вы сможете за определенные деньги поднять его уровень и получать с него больше ресурсов. Пока что он приносит 810, на втором уровне, по-моему, 900, и так далее. То есть он нам приносит денежки, за которые можно купить лошадей, еду для лошадей и разные другие штуки. Поэтому я вам рекомендую повышать уровень офиса как можно быстрее, чтобы получать больше денег. Так, ну вот это зернохранилище вы уже знаете. Оно производит еду и морковки. Дальше у нас есть еще две штуки, которые можно построить. Во-первых, это манеж. Он стоит недорого, поэтому стройте все. Всего 5 строений, по-моему. Манеж. Что можно делать в манеже? Сейчас я вам все объясню. В манеж можно зайти физически, но я вам потом покажу, как это делается. Но это делается не нажиманием на него, а в другом месте. Но здесь, когда мы нажимаем и нажимаем кнопку «Войти», вы здесь сможете отправить вашу лошадь на тренировку на некоторое время, чтобы повысить какие-то ее показатели. То есть, если мы хотим, в общем, повысить ее какие-то показатели, то нажимаем «General». Если мы хотим продвинуть ее в конкуре «Джампинг», и логично, если вы скид, то дрессаж. И по левую сторону вы можете увидеть, синим будет написано то, что будет добавлено после тренировки. Внизу вы можете увидеть, что у вас заберут за тренировку, и кнопку «Симулейт» нажимаете, чтобы начать эту треню. Она длится, вот здесь написано, сколько будет длиться каждая тренировка, например, 10 минут. Рекомендую ставить на тренировку лошадей, например, когда вы не играете, и вы можете их просто поставить, там уйти, прийти, и они уже прокачаны немножко. Дальше, что мы можем построить, последняя вещь – это трейлер. Трейлер нам дает возможность покупать новых лошадей за копейки. Итак, зайдем в Хорс Маркет. Нажмем кнопку «Войти», и здесь каждые 3 часа будет обновляться наш маркет лошадей. Вы можете здесь выбрать любую лошадь. Это рандомные лошади, которые там случайным образом генерируются. Внизу вы можете увидеть как бы очки их опыта. Пол, возраст, вес. Вот, например, имя Александра, 5 лет, масть, пол, рост, вес, порода и potential. Он скрыт, я пока не знаю, по какой причине. Возможно, они еще не ввели это значение в игру, я не знаю. Хотя, возможно, он просто специально скрыт. Кнопка «Экзамен» дает нам возможность за 50 каких-то тугриков получше изучить лошадь. Нажав на нее, вы можете развернуть всю характеристику лошади, и вам откроются вот эти 5 ее основных качеств, которые раньше были скрыты. Это просто дополнительный способ сдирания с вас денег и больше ничего. Я не знаю, зачем было их скрывать. Вы сможете очень быстро накопить на любую лошадь совершенную. Цена напрямую зависит от того, насколько эта лошадь прокачена. Поэтому, если вы не разбираетесь пока что во всех этих характеристиках и информации, то можете просто смотреть на цену. Где выше цена, то и берите. Как-то так. Что ж, думаю, вы поняли. Кстати, обновить маркет можно еще и платно. Если вам лошади никакие не нравятся, но срочно нужна какая-нибудь конина, то просто нажимаете на вот эту кнопку, и за 300 этих украинских долларов вы можете обновить весь ассортимент в вашем маркете. Я вам показала практически все на этой поляне. Больше здесь ничего нельзя построить на данном этапе. Но у нас вот здесь остается место для еще какого-то строения. Вот, как видите, здесь есть пустое пятно. Скорее всего, тут что-то должно быть, но просто это пока что не ввели в игру. Итак, у нас остаются ворота. Вы можете их не сразу заметить, но да, они кликабельные. С помощью этих ворот мы можем зайти на три локации, где мы можем тренироваться либо просто бегать. Выбираем лошадь. Итак, вот у нас вход в манеж. Он будет неактивен, если вы еще не построили манеж, поэтому устройте сразу. Потом у нас есть такое небольшое поселение норвежское, и есть тоже похожее поселение, но это больше просто большая тренировочная арена или поле. Можем зайти на что угодно, давайте зайдем в манеж. И, кстати, хочу вам еще кое-что рассказать. Если вы хотите просто потренироваться, то лучше идите в манеж, потому что в манеже лошадь ничего не боится. А вот этих селах, вот этих, в общем, в любом случае, на любой природе лошадь будет бояться любого куста у вас, практически вам придется ее постоянно успокаивать, поэтому если вы просто хотите спокойную тренировку, улучшить ваши там скиллы где-нибудь, в каких-нибудь прыжках или просто аллюрах, то берите просто Riding Hole, потому что там, на опыте моем, лошади еще ничего не боялась. Что ж, grab the reins. Хорошо, я взяла повод. Итак, что мы можем делать, в принципе, в этой игре, находясь на лошади? Как вы можете видеть, интерфейс у нас не особо сложный, у нас есть кнопка вперед, вот эта самая большая, которую вы сейчас видите, я ее нажала, и лошадь пошла. Это кнопка, которая, в принципе, добавляет шенкеля. Что означает вот эти две стрелочки влево-вправо? Это направление движения, то есть, если вам нужно ехать голопом вправо, вы нажимаете стрелочку вправо, и ваша лошадь меняет ногу, это важно в данной игре, она, типа, очень реалистичная, поэтому, если вам нужно поменять направление движения на голопе, то вы нажимаете стрелочку вправо, если вам нужно поменять ногу и уехать влево, вы нажимаете стрелочку влево. Почему-то в игре об этом говорится только на каком-то уже высоком уровне, когда это всадник уже понял это давно, но я вам это рассказываю сразу, потому что эта штука очень важная на самом деле, потому что скорость ваша и количество закидок, и, в общем, качество прыжка, она зависит от того, какой ногой вы бежите, это логично, и в реальной жизни, и в этой игре тоже. Мы выучили, что большая кнопка добавляет шенкель, вы можете даже это видеть, кстати, что еду без амуниции, а, класс, супер, просто класс. Забыла вам показать еще одну важную деталь, вот это сверху камера, она изменяет вид, который будет у вас в игре, есть просто стандартный сзади, который я рекомендую использовать, потому что очень хороший угол обзора, но если вы фоточки какие-то хотите сделать, то можете поиграться. Можете выбрать там любой вид, справа, слева, сверху, снизу, да какой в принципе угодно, но для работы я вам рекомендую вот этот вот использовать, потому что хорошо видно все препятствия и в принципе локацию, по которой вы едете. Так, ну про эти три кнопки и про кнопку вида я вам рассказала, а теперь расскажу, как работать с поводом, собственно. Здесь все так же, как и в жизни. Давайте начнем двигаться. Когда мы тянем на себя, то лошадь просто останавливается либо принимает назад. В общем-то, это одержка либо полуодержка. Также есть положение повода просто обычное, прямое, оно поддерживает аллюр, но при расслабленном поводе, который мы просто держим, да, лошадь может ускоряться. Как вы можете заметить, я держу повод ровно, но лошадь прибавляет аллюр. Также можно сесть в полевую посадку. Когда мы хотим перейти в полевую или прыжковую посадку, то поднимаем повод. Или когда мы хотим перенести вес наперед и немного облегчить лошади поясницу, то тоже поднимаем повод и так далее. Так что, думаю, с этим должно быть все понятно. Здесь идет полная аналогия с конным спортом. Но если вы хотите прыгнуть, то давайте я вам покажу, как адекватно это делать, потому что некоторые не могут понять, как прыгать почему-то. Так, а ну перейди в голову. Печенька, а ну перейди в голову. То есть, мы просто поднимаем повод, когда полоска находится на зеленом делении и все. На самом деле, ничего сложного, в обучении это сказано, и тут у вас все должно получиться. Важно поднять повод именно вовремя, потому что, если опоздать или наоборот, сделать это раньше, то лошадь закинется. Возможно, если не получается, то вы что-то неправильно делаете, либо с игрой есть проблемы на вашем девайсе, потому что игра все еще работает в тестовом режиме. Также, если мы будем идти под слишком крутым углом, то лошадь тоже закинется, несмотря на то, что у вас уже была шкала и вы должны были прыгнуть. Давайте я вам расскажу, какие здесь есть аллюра. Шаг обычный, вот такой вот рабочий шаг. Дальше, где-то на каком? На шестом делении идет прибавленный шаг. Когда мы переходим порог прибавленного шага, начинается рабочая рысь. После шестого деления рыси начинается прибавленная рысь. После того, как мы переходим из рыси, начинается галлоп. После обычного рабочего галлопа, после шестого деления, мы переходим на широкий галлоп. И так до конца. Чего-то быстрее простого широкого галлопа, к сожалению, здесь нет. Нет карьера. Пока что. Надеюсь, он будет. И также, кроме обычных рабочих и прибавленных аллюров, здесь можно лошадь собрать. То есть, вы видите, что сверху деление уходит вправо, но также они могут уходить влево. Когда деление уходит влево, это означает, что лошадь у нас собрана. И это будет сверху написано, например, all collected. Сейчас я попробую это сделать. Итак, что же сделать, чтобы собрать лошадь? Во-первых, нам нужно начать идти повод. Немного. Это главное. И работаем с шенкелем. Сейчас вы увидите. И у нас появилась надпись walk collected. И появилась степень собранности нашей лошади. И, собственно, так вы можете собрать лошадь на любом аллюре. То есть, просто поднимаете ее в тот аллюр, который вам нужен, натягиваете на себя повод немного и продолжаете работу с шенкелем, пока ваша лошадь не перейдет в сбор. Вот как-то так это работает. Но у этого сбора есть еще и минусы, которые я вам сейчас покажу. Лошадь здесь можно задергать. А лошади в этой игре очень противные. Я вам сразу это говорю. Они вас начинают высаживать абсолютно при любой неправильной работе поводу. В общем, с одной стороны, это, наверное, и правильно, потому что дети, например, либо люди, которые еще не занимались конным спортом, а пока что только играют в игры, сразу начнут учить то, что нельзя лошадь дергать за рот, иначе она вас там высадит, закинется перед препятствием и так далее. То есть у этого есть и хорошие стороны, но, к сожалению, в игре лошади очень противные. И вам придется, наверное, очень долго учиться здесь правильно собирать лошадь, потому что здесь они при малейшей неправильной работе поводом просто начинают вас высаживать из седла. И сейчас я вам покажу, как это работает. Давайте, мы перейдем обычный вид, хотя нет, я вам, наверное, покажу это сбоку. Итак, давайте сейчас я вам покажу, например, собранный голоб, и я задергаю за рот лошадь. Погнали? Давай, голоб. И сейчас, смотрите. Она прижимает уши. Это первый признак того, что лошадь недовольна тем, что вы делаете. Второе, что может произойти, она может начать отбивать задом и козлить. Вот так вот. Опа. И вы в крайнем случае сможете слететь с лошади, не знаю, сейчас. Оп, вот так вот. Хренак, и все, you fell off. Ничего страшного, если вы упадете с лошади. Абсолютно ничего не произойдет ни с вами, ни с лошадью, но учтите, что если вы на соревнованиях упадете, то вы потеряете очень много времени, потому что счет здесь идет на соревнованиях до секунды. Поэтому рекомендую сразу, как только вы заходите в игру, начинайте учиться правильно собирать лошадь. Потому что если вам придется на конкурном поле ее начинать собирать перед препятствием, она вас высадит, то будет очень-очень обидно. Вот как-то так. Кроме того, как просто бегать и тренироваться, вы можете выполнять маленькие задания. И это не просто задание, это задание, за которое вам дают всякие ништячки. И плюс ко всему, в этих заданиях вы тренируетесь тоже управлять лошадью, правильно. Для того, чтобы перейти и найти эти задания, вам нужно нажать на значок лошади со стрелочкой вверх. Он находится вверху, рядом с кнопкой меню. И здесь вы можете найти всякие задания, которые вы можете взять. Например, здесь есть всякие задания на правильный шаг, на правильную рысь, голубь, скорость и прыжок. И чтобы взять задание, вы должны нажать на этот плюсик. Каждое задание стоит энергии. Как вы можете заметить, энергии немного расходуются. Чтобы пополнить энергию, вам просто нужно дать в рот лошади морковь, поэтому тут моркови дофигища. В день крафтится 25, если я не ошибаюсь, или даже больше морковин. Зависит от вашего уровня зернохранилища, поэтому вы морковки можете тратить направо и налево. У лошадей здесь энергии довольно много, поэтому можете их не жалеть. В общем-то, пока что все, что вы можете делать на этих локациях, это тренироваться, бегать, прыгать, правильно управлять лошадью и выполнять вот эти вот маленькие задания. Пока что все. Давайте я вам, наверное, покажу другие локации. Вот тут, после того, как вы выходите, будут ваши награды за выполненные задания. Мы их пока не выполняли, поэтому их нету, но у вас, если вы их выполните, то будут. Давайте зайдем к лошади, нажмем на кнопку «Поехать» и поедем, например, я вам покажу вот эту вот маленькую деревушку. Тут есть такая вещь, как трейлрайдс. Это такие небольшие маршруты, где вы можете на скорость участвовать в пробегах и соревноваться сами с собой пока что. И просто ставить свои личные рекорды и вам за это дают опыт и немножко денег. Вот так выглядит наша деревушка. И сейчас, кстати, мы пойдем, вон, видите, вот эти круги, которые светятся впереди, это как раз входы в эти трейлы. И, кстати, что хочу сказать, время в игре зависит от вашего реального времени, как вы видите, у меня сейчас вечер, и в игре тоже вечер. Вот, кстати, о чем я и говорила. Лошадь на природе начинает бояться всяких кустов, и чтобы ее успокоить, нужно хлопать ей по плечу, пока не уйдем с этого места. Но она у нас все еще боится какого-то куста, наверное. Кстати, тут обычно подсвечиваются вещи, которых она боится. Они светятся какой-то черной аурой, но, к сожалению, она у нас уже перестала бояться, поэтому я вам этого не покажу. Но вы можете во время того, как лошадь боится, найти именно предмет, которого она боится. Итак, чтобы зайти вот этот трейл, мы просто заходим в этот круг и нажимаем старт. У нас эти трейлы отбирают 20% энергии, ну, точнее, 20% 20 очков энергии, и у нас даже здесь есть награда 50 дубриков. Что ж, давайте проедемся. Как-то так это выглядит. Эти пробеги не особо сложные, вы тут просто развиваете максимальную скорость и проезжаете вот в этих кругах, параллельно успокаивая эту бедную лошадь, которая боится буквально всего на природе. Смотрите на характеристики лошади при покупке и выбирайте только лошадей, у которых есть значение Brave, потому что тут лошади реально ненормальные. Они вас скидывают, крысятся, всего бояться вокруг, и у меня лично при всем опыте реальной верховой езды не было еще настолько противных лошадей, поэтому даже не предполагаю, где эти создатели игры нашли настолько раздраженных и трусливых особей. Кроме обычных пробежных, есть еще маршруты из Кавалетти, где нужно проезжать аккуратно, и есть еще кроссовые с разными препятствиями. Что ж, вот такой вот легкий трейлик, они в принципе все такие. Ну, просто, если вы хотите денег, например. У меня уже лошадь вон полегается, потому что, видимо, я ее перетянула опять же. В общем, все лошади здесь такие. Вы не думайте, что это какая-то конкретная будет лошадь, у вас такая. У меня есть совершенно разные лошади на моем другом аккаунте, которые уже прокачаны более, и там лошади точно так же себя ведут, абсолютно точно так же. Возможно, они это пофиксят, сделают более спокойных лошадей, но пока что не все такие. Да. Там есть успокаивающий корм, если что, поэтому, если ваша лошадь слишком трусливая, либо слишком бешеная, то кормите успокаивающую корму. Вот мы доехали до конца, и нам говорят, что мы заняли первое место. Первое место! Логично, мы же здесь одни. Нам принадлежит тут и первый, и средний, и последний. Мы тут только сами с собой тренируемся. К сожалению, с друзьями бегать нельзя пока. Печально, конечно. В принципе, хотелось бы, чтобы это была онлайн-игра, как в Star Stable, но... Они обещают это сделать, но пока что на данном этапе этого нет. Ладно, давайте я вам тогда быстренько еще покажу... Или уже не буду показывать, или нет. Давайте все же покажу. Покажу третью локацию. Это у нас... Это у нас Countryside Meadows. Она очень похожа на предыдущую вот эту норвежскую деревушку. Да, окей, хорошо, она все согласна. Погнали. Тут больше препятствий, и здесь есть поле, или даже два, кажется, но до них еще доехать надо. Есть два поля, где мы можем потренироваться на природе. На них есть как разные конкурные препятствия, такие всякие упражнения с жердями, но во всем остальном это действительно очень идентичные локации. Природа точно такая же, дома точно такие же. Можете ездить на любой. Единственное, что отличает эту локацию Countryside Meadows от предыдущей, здесь есть конкурные препятствия, их здесь больше, чем в той норвежской деревушке, поэтому если вы хотите попрыгать на природе, то идите в Countryside Meadows. Если хотите чисто походить, посмотреть, почилить с лошадью, то идите в норвежскую деревню. Собственно, как-то так выглядит наша вот эта локация. Как я и сказала, она практически идентична с предыдущей. И тут мы, наверное, закончили. Давайте пойдем обратно. Итак, давайте я напоследок расскажу про соревнования. На данный момент проводится второй сезон соревнований под названием Equestrian Nordic Cup, и здесь вы можете за опыт получить амуницию или еду для ваших лошадей. Либо вы можете за реальные деньги получить такую штуку как Season Pass и разблокировать эксклюзивные предметы. То есть здесь есть некоторые предметы, которые можно разблокировать и получить бесплатно, но, к сожалению, за большинство придется заплатить. Но есть и достаточно интересных штук, которые даются бесплатно. Итак, чтобы собственно участвовать в соревнованиях, нужно кликнуть на вот эту кнопку. И тут у нас для каждого класса лошадей есть отдельное соревнование. Global Horse Jumping относится к обычным лошадям, лошадям обычного верхового типа. Pony Jumping относится к фьордам всяким, пони, а еще почему-то, кстати, к корабам. Breeders Cup с собой соревнуются представители пород. То есть, если у вас есть определенная порода лошадей, вы здесь можете зайти в именно специальную секцию с вашей породой и соревноваться конкретно среди владельцев этой породы. А конкретно здесь есть соревнования среди фьордов, уэльских хобов, арабов и так далее. Интересная вещь на самом деле. Давайте я вам покажу, как они проходят эти соревнования. Например, Global Horse, которые предназначены для лошадей обычного нужно нажать на этот замочек и это означает, что вы можете разблокировать данный маршрут. Потом нужно выбрать лошадь, которая доступна вам для участия. И с каждым проездом у вас забирают немного очков энергии, в данном случае 25 очков. Нажимайте старт и поехали! Так, тут нам говорится о том, что вы должны заезжать на препятствие посередине, а не под углом. Если будете прыгать под углом, то вас накажут. На самом деле нет, просто лошадь может сбить жерть. Окей, И тут то, что я вам уже говорила. Поднимайте повод для того, чтобы прыгнуть и делайте это в тот момент, когда эта белая линия будет на зеленом делении. Окей, хорошо. И то, что я вам еще не успела рассказать. Чем быстрее ваша скорость, тем длиннее прыжок, но ниже. Чем ниже ваша скорость, тем выше прыжок, но короче. Поэтому, если вы видите составное препятствие, то лучше прибавьте скорость, сократите коня. И давайте наконец-то пройдем наше первое испытание. И сразу вам такой лайфхак. Когда начинается отсчет, то сразу же зажмите кнопку голопа, потому что так вы сразу после старта перейдете в голоп. Если вы будете ее клацать уже после старта, то можете потерять несколько секунд времени, пока лошадь подымется. Что я могу сказать относительно геймплея? Лично мне кажется, что он доработан еще не до конца, есть тут некоторые баги. У меня уже часто случалась такая проблема, что повод просто зависал и тупо не работал. То есть вся игра идет и все в порядке, но повод завис в одном положении и не двигается. Также бывает такое, что перед прыжком появляется шкала, как обычно, но сама полоска не двигается. Она просто лежит там в самом низу шкалы и в итоге, что бы ты ни делал, лошадь закинется. На самом деле очень обидно, когда так происходит, особенно, когда весь маршрут шел без штрафных очков. Либо наоборот, вы просто едете и ничего не делаете перед прыжком, а лошадь прыгает сама. Хотя, может, это часть игры, кто его знает. Еще случается, что лошадь просто проходит сквозь препятствия. У меня это бывает редко, но все же бывает. Иногда засчитываются за это штрафные как за сбитое препятствия, а иногда игра просто это игнорирует. Бывало еще такое, что конь может залагать. То есть он перестает слушать вообще все ваши команды и просто бежит. И я бы подумала, что это часть геймплея, но он просто бежит прямо и не сбавляя и не прибавляя скорость одним и тем же аллюром. То есть выглядит точь в точь как баг. Так что сразу, как только заходите играть, не бегите сразу на чемпионаты, иначе потеряете много ресурсов просто зря. Зато за каждое соревнование, несмотря на то, хорошо вы его проехали или нет, вам дают опыт и денежки. Сумма зависит от ранга соревнований и начинается вроде от 40 баксов и чем дальше вы проходите, тем больше получаете. Хороший способ на что-то заработать. Итак, что я вам еще не показала, тут есть магазин, где можно купить что-то интересное. Вот эта вот кнопочка с магазином. И тут у нас просто раздолье для человека, который хочет потратить свои реальные деньги. Здесь нам сразу предлагают купить сезон пасс, как я вам уже и сказала, чтобы разблокировать уникальные предметы. Либо если вы очень богаты и у вас есть 90 вот этих золотых биткоинов, вы можете создать новую лошадь, но со своими личными пожеланиями. То есть это точно такой же конструктор, какой у нас был и в начале, просто платный. То есть я вам рекомендую в самом начале создать лошадь, которую вы хотите, потому что потом вам придется где-то брать вот эти биткоины золотые, которые на данный момент можно купить только за реальные деньги, как вы видите, стоит нехило, 50 каких-то монеток стоит 4,99. Поэтому вы лучше сразу сделайте лошадь вашей мечты и забудьте о этом пункте. Лучше покупать лошадей в маркете, потому что во-первых, это дешевле, а во-вторых, вы хотя бы увидите их статы. Итак, на кнопке с седлом вы найдете последняя коллекция. На данный момент есть такая Essentials, потом All Black, Versus и коллекция Core. Они, кстати, все прикольные, лично мне больше нравится Black, она новая, и когда вы выбираете какую-то вещь, то вы можете выбрать цвета, в которых вы хотите ее купить. Выглядят, кстати, все вещи довольно реалистично, что не могу не отметить, особенно седла. На седлах очень хорошо, особенно на черных видна фактура кожи. Очень круто. Цены, как вы видите, здесь демократичные, например, на вольтрапы всякие, на колокольчики и так далее. Но есть вещи, конечно, и подороже, например, седла, которые стоят по 45 золотых монет, а у вас всего 40 изначально, поэтому вам придется купить их, если вы хотите, например, новое седло. Остальное стоит подешевле. 35, 25, 15 в среднем. Первой идет кнопка просто коллекции, потом кнопка, где вы можете найти раздел какого-то бренда с определенными коллекциями цветов. То есть это разные производители и сразу подобраны их коллекции в разных стильнячих каких-то цветах, где вы можете купить либо сразу всю коллекцию, либо по одной штуке. Потом тут есть седла, к сожалению, седел здесь только три на данный момент. Вот такое рыжее, черное, темно-коричневое. Далее уздечки. Уздечек тоже маловато, сайт-пул, какая-то авиатрикс, анатомическая уздечка и вот такая вот обычная кор, но, кстати, у вас она есть по умолчанию такая вот, поэтому ее не покупайте, разве что если вы хотите другой цвет. Потом вольтрапы. Я вам уже про них сказала, тут их, кстати, вот вольтрапов тут просто огромное количество, также есть гелька или меховушка и даже есть куча нагавок. Боже, мне показалось, это адидас. Или может так и есть, подозрительно похоже, почему-то. и так, бинтики, нагавки и тут есть колокольчики еще. Но колокольчики, к сожалению, только черное или белое пока что. И дальше идут ушки. Ушки, либо тут есть кордео, либо под персию. В общем, предметов... А, ну тут еще есть полупопонки. В общем, предметов тут пока достаточно. Есть из чего выбрать, все выглядит круто, но все же хотелось бы еще чего-нибудь. Да, я думаю, они будут каждый раз добавлять новые предметы, поэтому вы не думайте, что это все, что здесь есть. Думаю, позже будут еще круче аутфиты, сейчас только такие, больше классические. Что ж, собственно, это все. Это все, что на данный момент есть в игре. Есть еще, конечно, некоторые незначительные подробности, которые вам уже игра позже сама расскажет. Сейчас я вам рассказала только основные вещи, подсказала некоторые секреты, исходя из моих наблюдений, поэтому спасибо всем, кто досмотрел это видео, надеюсь, оно оказалось для вас хотя бы немного полезным. Так что всем спасибо и до новых встреч! До новых встреч!